Дракона трудно найти, но легко потерять. Это статус ВКонтакте толстых девочек. Ребята, привет! Вот смотрите, дракончиков как раз нам подвезли. Сегодня я расскажу и про дракончиков тоже. Смотрите, много людей начало заходить в игру Chain of Leggings. И, естественно, основные вопросы от новичков и не только, как купить, как продать монетки, как начать играть, как это все сделать легко, просто, весело и задорно. Сегодня буду рассказывать о том, как покупать, продавать эти монетки, где это сделать лучше всего, потому что даже те, которые играют, уже давно мне почему-то задают вопросы про какие-то биржи. Расскажу, как это сделать намного проще, легче и быстрее. Также буду сегодня разыгрывать еще, разыграю сегодня три земли, три земли от данной игры. И что? Давайте сначала по новостям. Новость бомба. Смотрите, дракончиков подвезли. Не кабанчиков, а дракончиков. Это вообще круто. Давайте читать вообще, что за драконы, что мы, как мы их можем получить. И как мы их можем использовать. Опять же, как на них зарабатывать. Так, давайте. Читаем. Подземелья, логово мифических существ в мире. Короче, они в подземелье будут находиться. Отправляйтесь в приключения, чтобы найти дракона. Так, ну мы, допустим, отправимся. Уже скоро, я надеюсь, откроет нам подземелье это. Затем попытайтесь приковать зверя для своего отряда. То есть, смотрите, его даже покупать, получается, не надо. Да круто. Это можно его будет... Так, читаем. Дракона трудно найти, но легко потерять. Это статус ВКонтакте толстых девочек. Меня трудно найти, но легко потерять. Дружище, если видел такие статусы у таких красавиц, поставь лайк и смотрим дальше. Читаем, как этих красавиц можно будет приручить. Если вы встретили дракона, сделайте все возможное, чтобы приручить его. Это превратит сражение в трудный момент. Но опять же, как с теми же девушками, которых трудно потерять, но легко найти. Или наоборот. То есть, прикольно получается. Я надеюсь, когда мы приручим... То есть, находим мы, да? Смотрите, шанс выпадания в подземельях дракона 1%. То есть, очень редкие, как и те же девочки, которых трудно потерять, но легко найти. Или наоборот, я уже забыл. Но я думаю, ты понял, дружище, да, Вакоми? Ладно, смотрим. В общем, дракон, как и девушка, его трудно найти. 1% на выпадение. Но если мы его приручим, смотрим, что у нас появится. Ну, естественно, как и у девушки, да? 500 хп, как у мощной девушки, да? Так, которая любит покушать. 200 брони, 200 брони. Это четко. То магического ауе, я так понимаю, урона. И 2 дальности атаки. То есть, он еще и там стреляет далеко. Это круто. Что мы поняли по подземелью? Что там водятся драконы, которых трудно найти. Их можно приручить. За шоколадку, наверное, да? Как некоторых девушек. И потом они будут с тобой ходить везде. И своей броней, и дальностью атаки поражать всех. И плюс ауе 100 атаки. Это серьезный. Серьезный будет такой противник. Точнее, не противник, а твой друг, соратник в пати. Ну, это круто, реально. Ну, я вообще, я, честно говоря, уже жду. Уже хочу. Тут еще и драконы появились. Драконы это наше все. Это круто. Интересно, они инфетичные будут или нет? Есть тут написано. Наверное, не написали, что инфетичные. Ну, посмотрим. Ну, все равно круто. Ладно, дружище. Дальше смотрим, как купить, как продать монетки. И потом конкурс будет. Если кто true хацкер, старый криптан, криптоман. Заходишь просто, дружище, coinmarketcap, набираешь chain of legends. Ты попадаешь на такую их страницу. Здесь нажимаешь рынки. Здесь pancake swap. Нажимаешь сюда. Попадаешь ты на... Я сейчас даже дисконнект сделаю. Попадаешь ты на сайт pancake swap. Здесь коннектишь кошелек. Metamask. Ну, тебе здесь первый раз. Я уже подконнекчивал. Тебе просто надо будет там, наверное, или пароль ввести. Или, не знаю, там, может подписать транзакцию. Я уже не помню, как здесь на pancake swap. Здесь уже на автомате захожу. И дальше смотришь, куда ты попадаешь. Вот здесь у тебя, смотри, на pancake swap. Тебе для комиссии нужны будут BNB по-любому. Однозначно. Покажу сегодня. Здесь выбираешь. Ну, опять же, за что ты будешь покупать. Если ты за BNB, выбираешь BNB. Если там за USDT, например, BUSDT я покупал. BUSDT, вот они. Можно за них покупать. У меня на кошельке... Я сейчас буду... Я сейчас сначала их даже продам, а потом куплю. У меня есть... Выбираем, сколько тут их. 10 тысяч. Этих монеток. Ставлю. Ну, здесь можешь или там вот так поставить. Например, 2 тысячи. Можешь здесь прописать. Дальше выбираем BNB. Я на BNB в основном себе продаю. Кто хочет, может на BUSD, чтобы в долларах показывала, например. И, ну, помни, всегда у тебя должны быть там несколько центов BNB, чтобы покупать, продавать. Дальше смотрим. Дальше нажимаем сюда swap. И смотри, здесь вот тоже, если не будет проходить, например, данная сделка, нажимаешь сюда, вот, в настройке. И этот slipage проскальзывание ставишь тут, например, там 10. Для начала 10 поставить. Можно до 40 ставить. Тогда, тогда все будет нормально. Так, я ставлю единицу. Нажимаем swap. Confirm swap. И смотри, если ты первый раз будешь данную монету продавать или покупать, тебе, скорее всего, нужно будет там, опять же, там что-то подконнектировать кошелек или добавить эту монету. Твой кошелек, это тоже займет несколько там центов, чтобы ты понимал. Так, смотрим. Сразу можно посмотреть на BSCAN. Удача. Удача нам присутствует, потому что в нашем отряде дракончик, да? Жирненький дракончик, которого мы приручили. Теперь показываю, как за BNB купить эти монетки. Так, смотрим. Ну, давай 50% поставим, да? Закупаем, закупаем. Или 75% лучше. Нет, пусть остаются. Ну, тут без разницы, дружище. Ты тут просто прописываешь какое-то количество монет, которые тебе надо. Например, на прокачку шахты или на земли. Все смотришь, прикинул и выбираешь, за какую валюту, здесь криптовалюту, ты будешь торговать. Ну, всегда должны быть BNB для комиссии, если ты не за BNB покупаешь. И плюс, смотри. По каким-то монетам может не быть ликвидности, так называемой. То есть, если ты какую-то экзотическую монету выберешь, возможно, не получится купить. То есть, лучше всего покупать за BNB и BUSD. Я покупал и за BNB, и за BUSD. На CoinMarketCap вообще написано за Rapid BNB. Ну, это уже заморачиваться не надо. Может, возможно, в начале только так они торговали. Сейчас можно и за BNB, и за BUSD я покупал. Нажимаем. Swap. Confirm swap. Опять же, напоминаю, для новичков, возможно, тебе там предложат что-то там еще нажать, подтвердить. Если у тебя эти монеты еще не подконнектил ты к кошельку или на PancakeSwap. Здесь какие-то могут быть дополнительные у новичков, кто первый раз здесь покупает или продает. Какие-то будут дополнительные, так сказать. Опа. Ну, вот они появились на балансе. Были 8 с чем-то. Так, смотрим. Все в порядке. Буквально за несколько секунд можно купить эти все монетки. Дальше уже в игре ты смотришь, как их... Куда там покупать? Шахты. Давай, зайдем. Так, музычка, кстати, прикольная, дружище. Нравится тебе? Напиши в комментариях. Нравится? Можно вообще такое успокаивающее. Можно медитировать сидеть. Я вот, правда, не знаю, насколько она будет подходить, когда мы будем ходить в подземелье с жирным дракончиком. Я даже не знаю. Там надо какой-нибудь Равштайн вставить. Чтоб не слышать крики дракона. Которого трудно найти, но легко потерять. Ну, и дальше смотри, дружище, что нужно сделать. Если ты новичок, можешь абсолютно бесплатно ловить, нажимаешь marketplace, если ты хочешь без вложений. Вот здесь написано, сколько минут до появления бесплатной земли. Ты ее вылавливаешь в это время, и она начинает манить по 16 монет. Если ты уже тру такой, как это, ловец драконов, и серьезно хочешь зарабатывать, заходишь сюда, покупаешь землю за 35 клек. Клег. Правильно я сказал? Так. Вот сюда нажимаем. Давай посмотрим, что это. Где-то тут было калькулятор у них. Потому что тоже вопросы задают, сколько там входы, сколько рассчитай окупаемости. Пробовал я рассчитать, и, конечно, сложно это сейчас делать. Ну, 30 центов. Плюс, но ты сильно не это самое. Как бы не радуйся. 30 центов одна земля стоит, и она тебе принесет, то есть, практически в 5 раз больше. В 4 раза больше этих монет. Но тебе для того, чтобы... Вот смотрите, ребята, чтобы вы понимали. Здесь именно для того, чтобы зарабатывать именно на платных этих землях. Пусть они там и недорогие, но по ходу там и увеличивается стоимость. То есть, тебе надо будет прокачать, смотри, шахту обязательно. Уже бесплатная шахта, которая у тебя нулевая, она не будет добывать на платных. Она работает только с бесплатными землями. Поэтому... А стоимость, по-моему, апгрейда первой шахты на этом... Так, на этом аккаунте у меня до трех уже докачано. То на других там... Ну... Короче, я уже точно не помню, но по-моему, тысяча монет. Идем опять возвращаемся. Отвечаю на вопросы, которые мне задавали. Тысяча монет. Именно сейчас, по данному курсу. Это 8.50. То есть, короче, в 9 долларов тебе старт в этой игре. Ну, пусть 10 будем считать. Такой, в принципе, нормальный бюджетный старт. И дальше уже ты прокачиваешь уже Стоунмайн. Здесь тоже она, по-моему, 500 или 400. Я не помню. Или 200 даже. 200, наверное, если сейчас 400. Второй уровень. Поэтому постепенно прокачиваешь и получаешь камни, добываешь. Железо. Некоторые, опять же, смотрите, ребята. Для некоторых стратегия останавливается на том, что они прокачивают просто эти шахты. И увеличивают дневную добычу монет. И все. И зарабатывают на этом. Этого достаточно. Нажимают здесь, когда заполняется шкала. Или когда больше 10 монет можно нажимать. Нажимают, собирают. Все. Ну, и как бы, ну, то есть, вложили один, например, там 30. Там и получили 130 этих монет. И так постепенно раскачивает, раскачивает, раскачивает. И там, или сразу апгрейдят сразу эти шахты. Насколько хотят уровней. То, опять же, все зависит от вашего уровня, так сказать. Сколько вы хотите вложить в данную игру. Ну, и опять же, напоминаю. Вкладывайте сюда только те деньги, которые не боитесь потерять. Никаких гарантий, естественно, не дается здесь. Все в инвестициях и в деньгах вы уже, думаю, поняли. Хотя и в жизни сейчас никаких гарантий. Кто думал, что будет происходить то, что сейчас происходит уже на протяжении нескольких лет. Я думаю, никто даже представить этого не мог. Поэтому подходим осознанно, контролируем свои страхи, жадности и все такое. Я об этом постоянно говорю. Все делайте осознанно. Так, дальше смотрите. Поэтому рассказал. Давайте сейчас буду разыгрывать три земли. Три земельки данной игры. Для подписчиков, которые активны. Ставят лайки. Кто подписан на мой телеграм-канал, ютуб-канал. И кто пишет комментарии по теме, не спамные, интересные, веселые, задорные. Так, шучу. Обычные комментарии. Главное по тематически. Так, смотрим. Видео крайнее. Ютубчик у меня что-то приболел. Не показывает это видео. Берем, копируем ссылочку. И давайте почитаем. Уже с месяц днем. Check it works. Приветствую. Иван Фатеев. Приветствую тебя, друг. Расскажи, какая разница в землях с разным циклом. То, что в количестве ресурсов, это понятно. Но нет ли такого, что земля с циклом 7 не сгорит по окончанию выработки, а просто перейдет на следующий цикл. Где ресурсов меньше, но зато останется у меня в наличии. Или независимо от цикла, она все равно сгорит. Иван, дружище, смотри. Как я понял. Ты все правильно понял, что там просто надо смотреть, сколько ресурсов в них написано. Разница, я так понял, только в ресурсах. Сколько они добывают. А то, что она не сгорит, сгорят любые. Любая сгорает, как только в ней закончится, выработается у нее. Но это все равно, что, знаешь, ты как купил себе участок и поставил нефтяную вышку, и она выработала, сколько там было. Там больше уже ты оттуда не вытянешь ничего. Так же точно и с землей. По аналогии они так же сделали. Так, все, давайте. Полетели, ребята. Олег, поздравляю, ты выиграл. А можете рассказать, что такое production rate? Ну, я так понимаю, я сейчас уже не буду, наверное. Давай я... О, точно, я сделаю. Классно, Олег. Теска, смотри, сделаю. Поэтому в следующем видео будет такая заманушка маленькая, чтобы смотрели, ребята. А то сделаем такую интригу небольшую. Так, поздравляю тебя. Два еще победителя. О, ну, Алексей, ты красавчик, ты постоянный наш. Поэтому, ну, потому что человек активный, помогает в комментариях, отвечает. Поэтому, ребята, сами понимаете, да, смотрите. Чем больше вы комментариев пишете, ну, толковых, помогаете друзьям, там, помогаете ребятам, которые задают новичкам, тем больше это ваши... Тем больше же ваши шансы выиграть, естественно. Это ваш, как это назвать, лотерейный билет. Так, Алексей Чернов, читаем. Стратегия еще только в зародушах, все еще поменяется много раз. А может и нет. Ну, я не совсем понял, про какие стратегии ты имеешь в виду. По стратегии по заработку я, да, просил, ребят, напишите, какие у вас стратегии. Ну, сегодня я самые простые рассказал для новичков. Поэтому, ребята, смотрите, все правильно. Каждый для себя вырабатывает стратегии. Кто-то берет там стратегии вообще... Есть ребята, которые уже за три месяца, они вообще с нуля заходили без вложений. Сейчас уже к шахте у них по седьмому, по восьмому уровню, без вложений. Одно дело там, ладно, я там вкидывал на других аккаунтах именно прокачку, сделал даже жене и теще. Это к тому вопросу, что ребята писали там, несколько аккаунтов они сделали, а потом, когда они выводили деньги, им там курс, там, идентификацию эту предложили пройти разработчики. Ну, я это сразу говорил, что мультиаккаунты никто не любит, и если у вас нет варианта пройти эту идентификацию, там, знакомых друзей, родственников, то лучше не заводить мультиаки. Я понимаю разработчиков, потому что вы сами понимаете, те, кто здесь зарабатывают, они хотят зарабатывать долго и много. А если мультиаками забить и всё, выкачать с этой игры деньги, ну, тоже какое себе. Так что это палка о двух концах. Ну, Алексей тоже старый, дружещий Алексей Чикетов. Я не умею себя контролировать, странно, что я туда не влип, ха-ха. Красавчик, Алексей, поздравляю. Пишите, ребята, мне насчёт земель, скину вам насчёт. Это Алексей рассказывал, я рассказывал про развод, когда давали там, кто не видел, кстати, ребята, посмотрите, потому что ребята попадают, новички вообще, и не новички, старые ребята, которые не совсем ещё научились контролировать жадность и страхи, попадают на этот развод. В прошлом видео в этом я рассказывал, как там. Тебе дают сид-фразу, пароль от кошелька, где лежит, например, 400 баксов USDT. Ты начинаешь их, ты заходишь туда, ты их видишь, щупаешь, что они там есть, ты смотришь по там, это, БСК, ну, что они там есть, по блокчейну посмотрел, они есть, реально. Но чтобы их вывезти, там не хватает, например, там какого-нибудь трона TRX для комиссии, и ты пытаешься докидывать, но там настроен смарт-контракт, и он быстро у тебя вытягивает эти деньги, и ты не успеваешь вывезти. И ты пытаешься всё больше и больше закидывать, сколько у тебя жадности там не прокачало, неотработанной кармы, и всё, и твои денюжки уходят. И этот кошелёк там юзает очень много людей. Это такой, хороший такой тренажёр для того, кто первый раз попадает на такое. Так, ребята, это уже три человека, всех поздравляю, подписывайтесь на мой канал в Телеграме и в Ютубе, там есть интересные проекты, которые я не успеваю просто на Ютуб выкладывать. И на этом всё, друзья, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок